Я читаю двадцать вторую главу из четвертой книги царств. Восемнадцатый год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулломова, песца, в дом Господень, сказав, «Пойди к Хелке, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которые собирали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а они пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев и тесных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелке, первосвященник, Шафану-песцу, «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелке книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан-песец к царю, и принес царю ответ, и сказал, «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан-песец царю, говоря, «Книгу дал мне Хелке священник», и читал ее Шафан перед царем. «Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои, и повелел царь Хелке священнику, и Ахикаму сыну Шафана, и Ахбору сыном Михеи, и Шафану-песцу, и Асии, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хелке священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асайя колдами пророчится жене Шаллума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с ней. И она сказала им, так говорит Господь Бог Израилев, «Скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его. Все слова книги, которую и читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это, и не погаснет». А царю Иудейскому, пославшему вас, вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. «За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». И принесли царю ответ.